Приветствую вас на канале Сеятель Веры. 19 августа проходит церковный праздник преображения Господня и народный праздник яблочный спас. В этом видео вы узнаете, что нельзя делать 19 августа, народные приметы, что можно делать сегодня согласно народным и церковным традициям. Какой православный праздник празднуют 19 августа? Обычаи, обряды и запреты. Также получите ответы на свои вопросы. Можно ли есть яблоки, убирать, ходить на кладбище, крестить ребенка, жениться, играть свадьбу, работать и даже мыться? Что празднует церковь 19 августа? Православная церковь празднует великий христианский праздник преображения Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа. Чтобы явить своим ученикам эту небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями, Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковым и Иоанном на горе Павор. Лицо его просияло, как солнце. Одежды сделались белы, как свет. Явились два ветхозаветные пророка, Моисей и Илья, и беседовали с Господом о его близком отшествии. Их осенило облако, и из него раздался глаз. «Сей есть Сын мой возлюбленный, о Нем же благоволих, его слушайте». Празднованием преображения Господня церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим преображением Господь благоволил предохранить своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире. Праздник преображения Господнего принадлежит к двенадцати наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют вторым спасом. Это традиционный праздник урожая. В церквях освящают плоды земли, то есть яблоки, груши, сливы. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки. И даже существует его и третье название – яблочный спас. В особенности готовятся к этому дню пасечники. Им нужно осветить ульи, угостить медом соседей, особенно сирот, немощных и обездоленных. Что можно делать девятнадцатого августа? Утром в этот праздник девятнадцатого августа отправляются в церковь и освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей. Считается, что в день второго спаса нужно съесть освященное яблоко. Откусывая первый кусочек, загадайте желание, которое, согласно поверью, обязательно исполнится. Кроме того, считается грехом забывать в этот день о душах покойных. После церкви полагается сходить на кладбище и помянуть усопших. Название «Яблочный спас» – это народно-христианский праздник. Этот день можно еще назвать праздником урожая и наступлением осени. Соответственно, названию начинается сбор яблок. Первый собранный урожай освящается в церкви. Также в этот день готовят различные блюда с яблоками, заготовки на зиму. Не только яблоки пользовались почтением и освящаются в этот день. Старинное поверье касается многих фруктов, овощей и культурных растений. Это груши, виноград, ягоды, хлебные колосья. Согласно поверьям, природа совершает преображение, поворачивает от лета к зиме. Становится холодно, ночью возможны даже первые заморозки. Считается, что до этого дня нужно убрать яровые культуры и лук, иначе частые дожди смогут им навредить. Принято проявлять щедрость, чтобы привлечь в свой дом благополучие. Плодами своего сада и огорода овощами, ягодами и фруктами угощали родных, друзей, соседей и тех, кто не может о себе позаботиться. Если с кем-то возник конфликт, ссора, разногласия, этот день станет отличным временем, чтобы примириться, сделать первый шаг для возвращения хороших отношений. Можно пригласить гостей или сходить в гости. На стол, естественно, поставить яблоки, приготовить из них блюда, угощения. Однако нужно помнить, что проходит православный пост, который подразумевает отказ от некоторых видов продуктов. В прошлом яблочный спас отмечался более широко, с народными гуляниями, ярмарками. Сегодня праздник известен как народный, когда необходимо собирать урожай и освящать его в церкви. И как христианский праздник преображения Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа. Что нельзя делать 19 августа? Нельзя заниматься домашними делами, убирать, делать ремонт. Можно собирать урожай, готовить блюда и заготовки, особенно из яблок. Все остальные работы лучше оставить на другой день. Так как сегодня проходят сразу два крупных праздника – церковный и народный, которые стоит отпраздновать соответствующим образом, с традиционными мероприятиями, походом в церковь, молитвами и добрыми делами. Нельзя вредить насекомым. Мухи, комары, мошки, жучки, пауки и другие насекомые в этот день пользуются особым почтением. Охотиться на них не стоит. Более того, по народным приметам, если муха села на человека, она сулит ему скорую удачу. Продолжается успенский пост, поэтому нельзя употреблять пищу, мясо, молоко, яйца. Однако преображение Господне – это единственный день за весь постный период, когда разрешается есть рыбу. Нельзя причинять кому-то либо вред, делать зло, мстить, задумывать и осуществлять недоброе. Можно оказаться в черной полосе жизни. Вопросы к празднику 19 августа на преображение. Можно ли есть яблоки до яблочного спаса? По бытовавшим ранее поверьям, нельзя есть яблоки до 19 августа. И только с первым урожаем, когда яблоки освящены в церкви, их можно употреблять и готовить из них различные блюда. По народным поверьям, до этого числа не рекомендуется есть также груши и виноград. Можно ли ходить на кладбище? В этот праздник есть традиция посещать кладбище. Можно ли крестить ребенка? Крестить детей и креститься самим возможно. Однако стоит учитывать, что в крупные праздники загруженность священнослужителей может быть очень большой. Можно ли жениться или играть свадьбу? Не рекомендуется на такой праздник планировать свадьбу. Венчания в пост не проводятся. Можно ли мыться? Мыться желательно именно для очищения, приведения себя в порядок, особенно перед походом в церковь или праздничным мероприятием. А вот мытье как отдых, например, посещение сауны для развлечения, лучше перенести на другой день. Народные погодные приметы на 19 августа. Какая погода 19 августа, такая будет и 14 октября на Покрова, и такая же также в январе. В солнечный и жаркий день зима окажется суровой. Вечером стадо коров сильно ревет к ненастью. Свиньи чаще валяются в грязи, к дождю. Паук разрывает свою собственную паутину, стоит ждать сильного ветра. В сухой день осенью будет мало дождей. И если паук прячется к непогоде. Всем народным приметам мы скажем так. Хотите верьте, а хотите нет. Самое главное – верить Господу и жить по заповедям Его. Тогда в вашей жизни настанет время великих перемен к лучшему. Каждому воздастся поверие Его. День Ангела 19 августа отмечают мужчины с именами. Архив, Макар, Михаил, Спаси, Феокист. Также сегодня День Ангела празднуют женщины с именем Кристина и Нонна. Рожденные в этот день ценят знания и опыт и умеют с ними обращаться. Нередко являются настоящей кладезью информации. Привлекают своим умом окружающих людей. И при помощи своих познаний делают успешную карьеру. При этом даже для самых родных людей они могут оставаться настоящей загадкой, которая постоянно открывается с новых сторон и действия которых невозможно предугадать. Поздравляю с праздником преображения Господня. И от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое завтра. С теплой улыбкой встречать каждое сегодня. Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага. Пусть сердце твое искренне любит и верит только в хорошее. Спасибо вам за просмотр. Дохранит вас Господь. Дохранит вас Господь. Дохранит вас Господь.